добрый день сегодня наш гость александр споринский композитор продюсер человек который умудряется объединить необъединимое танцы и музыку и живопись и мультипликации все что называется born music все что называется технические средства музыкальные конечно никто больше так не разбирается в компьютерных применениях на компьютеров музыки как мой сегодняшний гость александр споринский спасибо за какие комплименты но действительно тут не то что можно погордиться просто приятно самому ощущать себя полноценным жители 21 века потому что не имея в руках палитру под названием синтюк или писюк или компьютер как мы заказать говорим более академически по моему сегодняшний творец просто как личность не может состояться потому что сегодня век технологии без как который немыслим без хороший помощник вот как этот карандаш на столе данном случае там писи экран писи системный блок или вот большая металлическая шкварка который возле меня стоит когда называется синтезатор это но это мой 2 3 клавиатура 4 параллельно с роялями еще сразу пути разных коробок почему потому что сегодняшние возможности и увеличится синтезатора наверно произошли все самые ожидаемые и неожидаемые предположения но моих наших старших коллег ну с другой стороны ну вы скажете да ну попсу любой может лобать попсу ну хорошо давайте слабаем что-нибудь другое ну например ну так а то или уйдем в какие-нибудь ну какие-нибудь ну хоровые дебри возможности инструменты классные зачем это нужно музыкантам зачем это нужно творцу я думаю в первую очередь для того чтобы хотя бы в первом приближении вот как мы сейчас вот так баловались донести какую-то мысль предложение будущему слушателю будущему заказчику режиссеру поэту которым можно завтра написать песню или театральному метру который ищет музыкальный ряд какой-то достойный достойно музыкальный палитру для своего детища это первая пристрелка хочу чтобы просто зритель тоже сразу поняли что с другой стороны вроде при наличии таких мудрых или стать умных помощников так получается что и человека не нужен но это сродни если сказать что вот пускай компьютер пишет поэму или пишет стихи персона человек силу целых ряда причин он вносит нечто свое в это создание в это творение и больше ничего а вот мерилом будто ли это попса или ум соумца или с ранку до вечера с ночи до ранку вот это вот и есть мирила собственной состоятельности или ты находишься на уровне попсы и дальше не выйдешь или ты лезешь какие-то иные дебри ну а об успехах этого поиска ну пусть судят зрители для этого мы и работаем для слушателей для зрителей саша твоя точка зрения вот о роли компьютера композитора в жизни общества и о роли компьютера в жизни композитора ну какая интересная взаимосвязь но дело то что как бы там не банально было кто-то гриша я работаю для себя не на многие вот есть такой кружок композитору они все работы для себя эти сто сын от понимаете как только не услышав не имея фидбэка обратной связи между собой своим творчеством и тем как это творчество воспринимается по большому счету ты не может стать композитором потому что только во взаимосвязи в обратной связи наступает постижение ну цельности тебя как творца поэтому человек работающий только для себя в кастрюлю под названием некая абстрактное будущее по моему это преувеличение по меньшей мере теперь эти информационные технологии но с одной стороны я уже говорю что без них я не знаю не на пианино я бы лобал вот и что-то творил бы и все это переносил бы в ноты но сегодня процесс переноса нот то что сыграно было только что и перенесено это вопрос одной кнопки так не потому ли сегодня с таким трудом происходит процесс появления нового в стенах академических заведений музыкальных учебных да потому что конструктивизм заучивание бедных мыть сил которые завтра пополнят когорту безработных композитора в своем кружке может поэтому они стали такими консервативными что они учились в консерватории может именно информационная технология откроет завтра путь каждому каждому из нас человек-то творец от рождения и только информационная технология сегодня позволяет смонтировать клип дома смонтировать музыку дома нарисовать какой-то фантастический калаш создать фантастический калаш дома так может быть именно эти технологии признаны открыть человеку то к чему он исконно стремился без посредств учебных заведений специальных знаний до масса примеров этому уже на западе существует возьмите по этому тени человек не знает но обид а по возьмите сэра маккартни он не знает нот но зачем это нужно если у человека есть что сказать если у него есть творческая харизма а вот эти коробки вот эти шкварки как мы называем эти синдюки и компьютеры это именно то тот инструмент двадцать первого и будущих веков который поможет нам всем нам стать творцами и принести свое творчество палитру того что мы сегодня называем музыка она этого достойно и и